Что у нас сегодня? Вселенская любовь. Поговорим о любви и об отношениях. Мы сегодня карты будем смотреть разных знаменитостей. Они уже прожили свои истории любви. У каждого есть свой язык любви, свои наклонности. По Венере я вас сегодня научу видеть, кому какая подходит модель отношений. Очень удобно, когда с кем-то знакомишься, общаешься, сразу понимаешь, что ему нужно. В полном шикарно. Как получить пользу? Ну что, слушать, задавать вопросы, я буду смотреть в комментарии и вам отвечать. Все очень просто. Сегодня мы вообще узнаем, как дома, гороскопы, планеты устроены и перейдем к Венере. Я сразу вас посмотрю, проанализирую. В общем, будет интересно. Самое главное, что вы научитесь понимать свою Венеру. Это планета, отвечающая за отношения. И, естественно, начнете видеть, что нужно другому человеку. И сразу же по одному положению Венеры в знаке зодиака сразу же вы осознаете модель общения. И что вам нужно, и партнеру. Короче, очень глубокая тема. И при этом здесь очень быстро это можно обнаружить. Вот в чем фишка. Любовные, да. Ну там и не только любовные, там, знаете, коммуникация на чем построена. Но мы, конечно, больше о любви сегодня поговорим. Это же интереснее. Поэтому раз так смотрите к партнеру, там, что-то... О, все, не подходит. Все, до свидания. Знаете, другое. Мне нужен у тебя Венера не в том знаке. Я прошел вебинар. Поэтому вы уже сейчас станете профи. И не надо там вот этих всех длинных свиданий. Карту посмотрел, и все. Классное же время у нас наступило. Кто мне подпитать? Если бы, например, все знали астрологию, и в этих знакомствах выкладывали бы свою дату рождения, и можно было сразу карту посмотреть. Еще период, там, что с ним творится. А не фотку замазанную в фотошопе. По-моему, было бы больше толку. Классно. Вот. Поэтому надо пользоваться технологиями. Ну, вообще, нам, конечно, рутина уже всех достала. Ити знакомства онлайн. Можно сейчас, вот я говорю, просто узнаешь дату, и сразу же по технологии смотришь. Твой, не твой человек. Ну, клево. Вот. Поэтому, и если у вас уже есть партнер, вы можете прочитать его код. Почему у всех есть отношения, у меня нет? Почему? Потому что я не знаю, в каком знаке у меня находится Венера. Вопрос очень простой. Сам я астролог, коуч. Ну, короче, в астрологии очень много всего внес. Ну, то есть, соединюю с разными науками, она вообще конвертируется со всем. И с психологией, и с регрессиями, и с психотерапией. На самом деле, очень удобная наука, где вы, имея какой-то опыт прошлый, можете все туда включить, все, что вам близко. Если будете работать с людьми, придете ко мне на обучение, я расскажу вам, как это сделать. То есть, в астрологии можно развиваться, это не какая-то замкнутая вещь. Вот. Это мой духовный гуру, не пугаемся. Да, он выглядит именно так. Значит, 19 лет я к нему поехал в Индию. Ну, и все, начались медитации, духовный поиск. В общем, классическая история. То есть, я инструктор по йоге. Поварился я в этом всем. Потом решил пойти дальше, там, по астрологии. Сейчас вот практически все это рассказываю. Ну, конечно, немножко отошел уже от йоги, медитации. Хочется больше в бизнес, в деньги идти, развиваться, больше общаться с людьми, которые стремятся. То есть, у нас общество очень классная, команда. И йога – это, конечно, хорошо, но главное, чтобы все было практично. Не только уносило тебя, да, вот в эти духовные, так скажем, глубины. Мы же живем в материальном мире. В общем, в Индии я заряжаюсь, меня это восстанавливает. Вот. Ну, мы сегодня быстро разберем дома и планеты для новичков. Да. Это вот мои учителя, у кого я учился. Это вот фестиваль, на котором я был. И мы пойдем к Венере, да, не переживайте. Значит, сейчас мы пробежимся по планетам, какими они знаками управляют. Смотрите, Марс управляет цифрой 1 и 8. Овен – Скорпион. В общем, по Марсу энергию мы увидим в карте. Отчего человек получает энергию. По Венере отношения коммуникации и творческие способности. Он управляет, Венера управляет тельцом и весами. 2,7. Если вы в карте видите эти цифры, 2,7, значит, это Венера. Овен. Ну, в общем, Меркурий – это у нас и близнецы, и дева. То есть, это интеллект. Чем человек интересуется? Вообще, что ему изучать лучше? По Меркурию? Вот это мы все видим в карте. Луна – ум, на что направлен человека. Его психика. С мамой как дела? Тоже, знаете, немаловажная штука в отношениях. Солнце – социальная реализация отношений с отцом. Вообще, я очень часто в консультациях изучаю именно отношения с мамой и с папой. Потому что там многое, что уже идет в настоящее отношение. Там проблем очень много, да, из-за вот этой старой модели восприятия. Конечно, родители большое влияние на нас оказывают. Юпитер – стрелец рыбы. 9,12 цифры. Это духовная среда. То есть, насколько человек развит. По Сатурну мы смотрим Козерога-Водолея. Совесть, предназначение. То есть, здесь мы понимаем, где больше всего нужно работать в карте. Вот где больше всего труда. Да, вчера был 11 дом, но сегодня мы будем разбирать не 7 дом, мы будем разбирать, в каком знаке находится Венера. То есть, В, Е и какая циферка там. Вот, то есть, это другой вид разбора. Не по домам, а по планетам. И я вас сегодня ему научу. 7 дом тоже играет роль, но есть секретная технология, как это смотреть через Венеру. Раху – это теневая планета, вот, и она отвечает за страхи и какие-то возможности человека, к которым он может пойти. То есть, она помогает двигаться в будущее. И эта планета, за нее человек берется позже всего. Она ментальная, это подсознание человека. То есть, все планеты отражают нашу внутреннюю среду. Поэтому Раху не имеет своего знака зодиака, и наше подсознание всегда чего-то боится. Когда мы сквозь эти страхи проходим, мы растем. Так, Венера. Давайте, когда к Венере перейдем, тогда вы будете мне писать, в каком она знаке. И я вам подскажу, и какая планета рядышком стоит. Это важно. Кету – это прошлое, это программа рода. То есть, то, что мы уже прошли, и нам это нужно снова воскрыть в этой жизни. Вот, это таланты, переданные уже во многих поколениях. Сегодня мы Венеру разберем. Вот они, дома гороскопа. Сегодня мы краешком заденем дома и планеты. Нам главное сегодня Венера. Потому что надо что-то досконально изучить. За урок, чтобы вы не сошли с ума. Вот так выглядит карта. Вот это не знаки. Это нумерации домов. Но когда вы открываете любую из программ, например, Астроэксперт, то вот цифры, которые там стоят, это знаки. А сейчас я показал, какими знаками управляет каждая планета. Вот. То есть, в этом фишка. Мне нужна цифра рядом с Венерой. Да, не важен даже дом. Хотя дом тоже можно рассмотреть. Вот. То есть, мне важнее, вот, пишут, да, Венера во втором доме с Марсом водолеем. Ух, Венера-Марс, йога-дон-жуана. У вас повышенный сексуальный потенциал. Мужчине нужно очень много работать с вами, чтобы вы были счастливы. Вот. Первый дом – внешность, здоровье, профессия. Второй дом – заработок, речь показывает. Третий дом – коммуникация, короткие поездки. Вообще, очень много в домах вложено. Самое главное здесь – ответственные решения и коммуникация. Вот. Четвертый дом – отношения с мамой, удовлетворенность с жизнью, недвижимость, насколько легко идет. Вот. Пока не пишем по Венере. Давайте сейчас я закончу с домами и успею. А то я потом не смогу прочитать то, что вы написали. Очень много получится. Детишки по пятому дому. Какие задачи по детям, чтобы они появились? По шестому дому – здоровье, уровень долгов в жизни. Тоже все это у нас можно увидеть. Вот седьмой дом как раз – отношения по браку, бизнес-партнер. Как должен выглядеть? Восьмой дом. Кстати, второй – брак по девятому дому можем увидеть. А третий – по один. Да. Восьмой дом – интуиция и секс. Что человеку нужно в сексе. То есть там видны страхи человека. Вот такие вот открытые вещи. Если там покопаться – ух, что можно нарыть. Девятый дом – знания, духовность. Какие вам учителя в жизни нужны, чтобы вы учились хорошо. Их облик. Десятый дом – карьера. И что нужно в развитии профессиональных навыков. Одиннадцатый дом – это у нас амбиции, крупная прибыль. Вообще это дом, который приносит самые большие деньги. Вчера как раз про него рассказывал. И двенадцатый дом – предназначение. И вообще это задачи души. Очень глубокий и непростой дом. Тоже немаловажно в нашей жизни. Ну что, переходим к Венере. Смотрите, каким образом определить. Вот вы видите, да? Вот она ВЕ. Это и есть Венера. Сверху мы видим знак. Цифра 1. Это значит, что у Зигмунда Фрейда Венера стоит в огне. У всех, у кого Венера под цифркой 1, это значит, что она в огне. Фрейд так сказала своей супруге будущей. Она была не какого-то особенного происхождения, но эта женщина всегда меня возбуждает. И как я ее только в первый раз увидел, я понял, что она всегда будет мне нравиться. Я почувствовал ее сексуальные флюиды и почувствовал, что это идеальная женщина в моей жизни. Ему было неважно. То есть там ее происхождение, и в сексе у них был полный баланс. Для таких людей секс играет самую большую роль. То есть там должно быть главное движение. То есть не интеллектуальный уровень, а именно сексуальный. Потом уже идет все остальное. Ну вот пишут, да, у меня Венера в огне, в 12-м доме. Мало того, что у вас она в огне, еще в 12-м доме вы можете за границей легко найти себе партнера. Либо в онлайне. Венера с Луной очень романтику любят в 5-м доме. То есть вам важна прелюдия и подход тонкий. Насколько человек чувствует вас в деталях. Здесь важен такой момент. Когда второй дом, статус еще партнера важен. То есть по деньгам так. У мужчины Венера в рыбах вместе с Упитером. Лакшери, йога. Если он в правильных кругах находится, у него есть связи, у него есть возможности в деньгах. То есть ему нужно менять свой круг. Он должен быть на высоком уровне. То есть с людьми, у которых есть деньги и связи. Венера с Солнцем, ну здесь уже. Вы знаете, ну про Близнецов пока рано. Сейчас мы смотрим в Венеру в огне. Все, у кого Венера в огне, пишем. У меня Венера в огне. И вот тогда мы разберемся. Не пишите сейчас другие знаки, потому что мы сейчас все знаки пройдем. С Фрейдом разобрались. Секс – это святое. Если там у вас из 10 баллов. Ну-ка напишите, у кого секс из 10 баллов, насколько вам он нравится. Вот у кого особенно Овен. Напишите цифру. Насколько вам нравится ваш секс. Из 10 баллов. Так, у Натальи все отлично. Алтана, ну там всего балл. О, только честно. Так, на снижение идем. 10, 9, 7. Так, так, так. Венера в огне, а секса не хочется. Очень грустная картина. Жаль. Надо разобраться, почему. Этого не просто так. Вы знаете, по восьмому дому даже можно увидеть, что он нужен в сексе. Представляете, как прикольно. О, пятерочка. Ну, это совсем грустно. В общем, когда я разбираю девчонок, я всегда спрашиваю, что у них там происходит. То есть, что нужно подтянуть. И многие такие вещи новые узнают про секс. Что оказывается, он должен длиться не 10 минут, а 30. Ну, как минимум, да. Что там есть элемент прелюдии. Там могут быть разговоры. А может, могут быть даже и грубость немного. Но все происходит однообразно. И это особенно больно ударяется по тем, у кого Венера волнит. Ну, это прям совсем для них кошмар. Это просто предательство и преступление со стороны мужчин, если они там не работают так, как нужно. Не хотят развиваться. Секса хочется, но сексуального партнера хорошего не встречаю. Надо вас смотреть. Вы повнимательнее. Может быть, вы свою сексуальность еще не раскрыли. Идем дальше. А Венера в Тельце, Петр Первый. Вот его язык любви, видите, Венера и цифра 2. Это подарки. Он офигенные подарки делал своей возлюбленной. И, короче, вот если у вас такое положение, вам нужно мужчину по деньгам мерить. Деньги, статус и насколько он от вас заботится. Да, это может показаться меркантильным, но для Венеры в Тельце это абсолютно нормально. Мужчинам таким нравятся такие женщины, если это у мужчины в карте. Если это у женщины, если у вас правильно запрос, и вы желаете, вы умеете желать, вы не боитесь желать, да, чего-то большего в деньгах, там, дом хочу большой, то все будет бодряком, и вам не попадется нищеброд. А появится тот мужик, который готов вас вкладывать. Ну, ладно, тут поинтересовались, а если в рыбах восьмой дом? Ну, вы знаете, когда Юпитер в восьмом доме, то секс тут больше изучается как наука. Вам как минимум нужно это изучать в виде тантры, да? То есть это не просто область наслаждений, это область изучения. И если вы там начнете практиковать и исследовать, будете счастливы. Какая разница в Венере, в Овне и Венера во втором доме? Очень большая, потому что здесь Овен – это характер вашей сексуальной энергии, а второй дом – это сфера жизни. Вот. С Петром разобрались, у кого Венера в тельце, больше желаем, больше хотим, и не боимся, расписываем все на бумажке, хочу вот так-то жить, хочу столько-то денег, и все в этом роде. И когда женщины стесняются с таким положением, никто нормально не попадает. Вот. Ну вот, Венера в десятом доме в тельце. Вот, кстати, еще и с Раху. Там вообще драйв нужен, там вообще нужны перетряски в отношениях, чтобы было бурно. Раху – это трайв. Понимаете? Это не просто желание, это необычные желания, которые мужчина должен для вас реализовать. О, 10 из 10. Мне нужно, чтобы мужчина вкладывался. Равно любовь. Ну, вот видите. Венера и Сатурн в тельце. Видите, Сатурн охлаждает ваши чувства. Вы больше нуждаетесь… Не, не то, что нуждаетесь, вы говорите себе, мне это надо, но вы не говорите себе, я этого хочу. Это разные вещи. Надо и хочу. То есть здесь важно просто желать по-женски, а не довольствоваться, ну, какими-то своими узкими и комфортабельными желаниями, просто чтобы было комфортно. Здесь нужно душу, сердце раскрыть и сказать, я именно вот этого всегда желал. Это разные вещи. Сатурн немножко вас может так ограничивать. Венера в 12-м доме в Весах. Тоже за границей могут быть разные знакомства, встречи. И онлайн туда же. У меня Венера в Тельце в 12-м супер. Я так и делаю, все расписываю. Вот, круто. Появится тот мужик, который возьмет этот список и все выполнит. Вот для него этот список. Венера в Рыбах. Пока что рано. Мы еще не перешли туда. Давайте идем дальше. Екатерина 2-я. У нас там Венера в Близнецах. Видите, троечка нарисована. Запись будет. Смотрите, получается, что у нее было много разных партнеров. Это не значит, что у вас будет разгульная жизнь в Близнецах. То есть здесь вы ищете человека по коммуникации. Именно насколько у вас общих, насколько много у вас общих интересов, хобби, где вы можете вместе что-то делать. Вместе в поездки какие-то ездить. И вот пока ей было интересно, она была с партнером. Как интерес пропадал, исчезало ее желание. Вот в этом и фишка. То есть здесь отношения немножко такие дружеские. Такие, вы знаете, меркурианцы, они такие вот, любят легкость. Не любят они каких-то серьезных, глубинных отношений, где все сходят с ума. Поэтому если у вас Венера в Близнецах, нужен партнер как друг, который поддерживает ваши интересы, хобби. Смотрите, если у кого-то в Близнецах Венера, то и пишите в Близнецах, чтобы я не запутался. Вот. Венера в 12-м доме в Близнецах Навамша. Навамша – это уже когда вы один на один с партнером общаетесь. Это немножко другая карта. Здесь модель отношений. В целом. Венера в Близнецах в 11-м доме с солнышком. Ну, вообще замечательно. Йога царя и нарцисса. То есть вам нужно, чтобы еще ваше эго партнер поощрял, что вы царица. Вы должны это чувствовать. Вот. И общие хобби, интересы тоже важны. Если вообще нет точек прикосновения, потом появится огромная дистанция, поверьте. Нужно, чтобы знаки зодиака совпадали и у меня и у партнера? Нет. Это не обязательно. У партнера в карте могут быть как раз желания и цели, такие же, как у вас, но они выражены не в знаках, а в принципе в расположении планет. Но это уже более сложная система. Я это делаю на совместимости. Вот когда совместимость какую-то между людьми делаю. У меня очень много пар приходит, они не понимают, что кому нужно. Каждый вроде бы желает, но не понимает, чего. Поэтому я когда смотрю в карту, я говорю, тебе нужно это, тебе нужно это. Ты готова ему это дать? Она говорит, да. А ты ей готов это дать? Он говорит, ну, я не знаю. То есть вы уже вопрос задаете, а я могу дать этому человеку? Мне вообще это подходит, такая модель? Венера сожженная, ретроградная, в седьмом доме, в Козероге, с Раху и Солнцем. Очень много страхов, секси у вас. Их нужно, ну, как сказать, эти страхи балансировать и рисковать, пробовать и изучать тоже, да, сексологию, может быть, к сексологу даже обратиться. То есть надо, чтобы это заняло какое-то время. Это важный аспект. Солнце, Меркурий, в падении, Венера, в экзальтации, Сатурн, кет, ух, сколько вы понаписали. Когда Венера в падении, вы очень практичны. Поэтому здесь вам не нужны какие-то яркие отношения, вам нужен комфорт. Венера, Сатурн, Юпитер, Стрельце, очень вынравственный человек, много у вас правил. И если партнер как-то зашел за эти правила, то вы его не примете. Знаете, это отношения в 15 веке, в 16, чтобы рыцари туда-сюда. Так что ваш Юпитер делает свое дело, но нужно возвращаться на Землю и быть ближе к современным мужчинам, которые не знают о том времени, когда были рыцари. А если Венера в Вестах, а в Навамши-Скорпионе это как рассматривать? Навамши мы сегодня не рассматриваем вообще. Смотрим только основную карту. Венера в Вестах красивый, вам нужен партнер, красавчик, чтобы прям внешность нравилась и тело, и чтобы собой занимался очень важный для вас аспект. Так, ну смотрите, идем дальше. С Екатериной разобрались общее увлечение, хобби. У меня недавно девушка была, у нее как раз Венера в Близнецах. Вот у Близнецов так часто меняются вот эти их желания и мнения, они реально каждый раз не знают, что им надо. и партнеры меняются очень странным образом. То есть, что-то там не так, что-то я запуталась. То есть, все время торопятся люди с Венера и Близнецах, делают выводы. Значит, смотрите, у Пушкина Венера в Раке. Вы знаете, вот такие люди с Венерой в Раке в четверке, они вообще вот настолько эмоционально, психологически, чувственно, прям привязываются к партнеру, настолько у них близкий контакт с ним, что они влюбляются наверное, только раз в жизни. И у Пушкина так случилось. У него было много женщин, но любил он одну гончарованную. И это прям классическая модель любви. Если у вас Венера в Раке, вы очень тяжело расстаетесь. Если вы уже психологически, да, с человеком так это, сошлись. Вам нужен опыт более глубокий и проникновение такое, не просто на уровне секса, а что это моя родственная душа. Понимаете, да? То есть это часть меня. И вы заходите в отношения, не сразу раскрываетесь и идете туда глубже и глубже и глубже, и ваше сердце полностью принадлежит партнеру. Проблема там одна, вы просто растворяетесь в нем. Потом вы боитесь его потерять, либо как бы ваша любовь достигает такого уровня, что вы начинаете деградировать. Здесь вот эта семейность, это конечно здорово. И такие люди, они редко изменяют с Венерой в Раке. Что не скажешь, а Пушкине может быть. Хотя, знаете, мы не знаем, когда он ее полюбил, как там было. Много чего пишут, что он гулял, но он очень сильно любил эту женщину. Вот. Венера в Раке с Мартом в падении. Вы знаете, вот вы за своими эмоциями можете не следить. Марс в падении, это когда вот у вас скапливаются эмоции, вы их не выражаете, потом бру, и взрыв. То есть вы вроде чувственный, любящий человек, но готовый разорваться в определенный момент. Ну, если Меркурий включите свой интеллект, то вы сможете контролировать свои эмоции. Все зависит от вас. У меня вот Венера в Раке в восьмом доме, а вы мнительная очень, то есть можете ревновать из-за этого. Внутренне все время какие-то придумываете вещи, которые не связаны с реальностью. ГК мы сегодня не смотрим. Это вообще астероиды, неважно. Да, прям в точку пишут. А если Венера в Раке с Юпитером и Кету в первом доме, а вы закрыты. Чувства все внутри, и Кету не дает вам их раскрыть. Первый дом, ну что, Первый дом это ваша личность. Ваша личность развивается в любви, в отношениях. Для вас это основа. Как правильно быть с Венера в Раке, чтобы не растворяться в партнера? Реализовывать дома денег второй, одиннадцатый, все будет бодриком. Работайте и наслаждайтесь чем-то, отчего просто вас прет, понимаете, занимайтесь любимым делом. Тогда будет баланс. Не уходите в партнера, не сидите дома с детьми. Нужен какой-то род в этом смысл. Венера в десятом в Тельце рядом с Раху. Тоже любите. Драйв, только в Тельце мы уже промотали. Здесь тоже основа деньги. Венера, Луна, Юпитер, Марс в Раке. Ох, уж у вас слишком много желаний к партнеру, нужно на чем-то определиться. Если у него искренние чувства, остановитесь на этом, остальное приложится. И смотрите, чтобы он был гибок. В мужчинах главная гибкость. Остальное подтянется. Не зарабатывает он хоть сколько-то там, ответственность не берет. Если он гибкий, готов расти, Рак это тот, кто идет в семью, все наладится. Смотрите на его гибкость, а не на какие-то другие качества. А где же найти мужика для Венеры в Тельце в 10-м доме? На бизнес-тренингах, на нетворкингах вот там эти мужики, они интересуются чем-то новым. Они ездят на Бали, йогой занимаются. Очень много мест, где есть такие крутые мужики, так что не переживайте. А если Венера в Раке в 11-м, а в 10-м солнце и март? Ну что, вы очень сильный управленец, и вам надо свое управление проявлять на работе, либо ночью будете ночью дома будете им командовать и днем, и ночью. Поэтому вы очень семейный человек, но вам надо в Корее развиваться все равно в первую очередь, чтобы опять же по Раку не раствориться в нем. А у вас растворение получается как? Вы контролите. Поэтому будьте управленцем там, то есть на работе, а не в семье. Вот в этом смысл. Венера и Раку в 6-м доме в Овне, чуть-чуть тоже запоздалые у нас. Ну тоже смотрите, драйв, бодрость, овен, секс. Достаточно секс должен быть необычным по Раку, то есть там можно использовать разные, не знаю, ролевые игры, можно и пожестче, чтобы было. То есть не бойтесь всяких там масочек, да, всяких таких эксклюзивных вещей секс-шопа. По Раку это абсолютно нормально, да, смена образов игр и, ну, в боль я не советую, конечно, уходить, я не думаю, что это, кстати, знаете, когда люди сильно в Содомазо уходят, это говорит о том, что им что-то не хватает. Когда есть чувство, вот есть близость, там не нужно слишком много пот и вот этих вот игрушек. Значит, вот не хватает вот этой вот близкого вот этого контакта, вот в этом фишка. Имейте в виду, да, вот когда люди зависают на этой теме. Вот, значит, смотрите дальше. Сергей Есенин, у него Венера во льве. Вы знаете, мой любимый поэт, у него столько стихов, у него частка стихи начинается про женщину, а заканчивается про него. Какой он офигенный и классный. Так вот, такие люди любят, чтобы их эго тешили и удовлетворяли их. Они все время должны знать, что их любят. если у вас Венера во льве, пускай партнер это вам доказывает. Это очень важно. Венера в раке в девятом доме. Ну, вы очень развиты в духовном плане и для вас секс, духовность, отношения это все одна линия. То есть, если вы духовно развиваетесь, то у вас привязанность тоже не происходит слишком сильная. Да, это не просто к Садамазу любовь сильнее. Ну, конечно, Садамаза это уже внешние проявления того, что не хватает внутри. Подумайте над этим. Близость нужна подлинная. Вот именно. Вся эта порнуха, она только приводит к каким-то внешним концепциям. У нас как бы секс становится похожим у друг друга, да, из-за вот этих вещей. У каждого должна быть своя сексуальная картина, сексуальное образование свое. Вы с супругом можете придумывать что угодно, но не ориентируйтесь ни в коем случае на фильмы и на порно. Хотите развиваться, уберите это из жизни. Поживите пару лет без этих впечатлений из фильмов. У вас появятся ваши тонкие моменты. Уж это все накладывается на наши впечатления. Луна и Венера во Льве. Внешность партнера огромную роль играет, и чтобы он был вот такой принц, такой статусный, мощный такой, и немножко в образе нарцистичный, слегонцах. Венера во Льве то же самое. Венера в четвертом доме весы. Вы очень привязаны к дому, любите фендифлюшки всякие дома развешивать. Короче, очень домашний вы человек, ну и классно, почему нет. Венера скету в огне. Дистанция и непривязанность может у вас появиться, некая прохлада, это нормально. Вот, Венера в рыбах в шестом, под прямыми аспектами Марса и Сатурна. Ну, немножко отяжеляет, конечно, Марс и Сатурн, вы можете быть конфликтны из-за этого, но рыбы развивают воспринятие. Главное, не становитесь спасителем для своего партнера. У Венера в Ольве в первом доме, ну, здесь, да, тоже эгоцентризм у вас очень высокий, все я, все мне, то есть больше отдавайте. Венера в Весах, это у нас дальше будет, Венера с Луной, с Марсом в Ольве во втором, ну, тоже, да, здесь у вас очень сверхактивный ум, чтобы вас успокоить, это надо еще постараться, поэтому партнер должен быть тоже в такой же степени активности, если он не в вашей скорости, вы его сотрете нафиг. Венера в Весах в 12-м доме, ну, Венера в Весах еще и в 12-м тоже вы любитель путешествий, вообще, если с партнером вы едете в путешествия, вы можете в разных местах заниматься сексом, романтику наводить и будет все круто, вам вообще смена обстановки просто необходима. Венера с Юпитером в Козероге, ну, лакшери-йога, да, здесь тоже, чтобы все было на уровне комфорта очень высоком, но в Козероге вы можете себя сдерживать, ну, в том плане, насколько шикарны и романтичны ваши отношения, сколько вы можете развернуться в этом плане. Ну, Шкету тоже туда же, да. Ну, что, Венера в 9-м доме в Весах, ну, это у нас дальше уже Весы, что-то в Весы пошли, да. Если у мужчины Луна и Венера во Льве, ну, слушайте, но он очень романтичный значит мужчина, главное, насколько он готов к делам, к ответственности, потому что это положение женской энергии, он очень хорошо может понимать секс говорить красиво, надо его на деле проверять. В принципе, положение-то неплохое, но это все у нас не работает, если мы говорим о семье. Венера в Скорпионе, так, это у нас дальше. Так, ну, я понял, да, у нас пошли уже другие положения, давайте двигаться дальше. Значит, смотрим, у нас здесь Пабло Пикассо, Венера в 9-м доме, вот не пугайтесь, если у вас Венера в падении, очень крутое положение, когда у вас там дело. Самое практичное положение, у меня тоже Венера в падении, шикарно себя чувствую, то есть, что тут нужно? Нужно просто, чтобы был комфорт, то есть, вы партнеру доставляете комфорт через интеллект, то есть, как ведут себя люди с Венерой в 9-м, если ты что-то не понимаешь, чувственно, то ты от интеллекта запоминаешь это и просто делаешь, просто делаешь, потому что ему это нравится, статично, может быть, не всегда от сердца, но ты понимаешь, что ему нужно, потому что ты наблюдатель, в отличие от вот этих Венер там в Тельце, в Рыбах, и здесь Венера хочет, чтобы просто люди друг другу помогали, чтобы все было вовремя, чтобы было очень понятно, то есть, чтобы люди изъяснялись, тут не нужна какая-то сверхстрасть, здесь очень долгосрочные планы. Вот. Я чуток опоздал, у мужа в Тельце, Сатурн, Кету и Венера. Ну, что у нас, Сатурн Кету, муж такой аскетичный, немножко в себе, надо ему развивать Венеру и вам выговаривать вообще, чего он хочет, чего он хочет в отношении, иначе, ну, как бы, не выговариваясь с женщиной, он не будет расти, надо из него вытащить все, что там, в нем находится. Супер Ронелла, интересно, Венера Весак, короче, Пабло Пикассо, его проблема какая была? Да, он очень практичен, он понимал женщин, тоже понимал, что им нужно, но из-за Венеры в падении он был холодным и непривязанным, и поэтому он их, так скажем, легко бросал. И вот здесь, как бы, получается, он свои чувства обрубал. Вот это был его выбор, но это не значит, что вы будете так же себя вести, но он понимал, что им нужно через интеллект, поэтому нужно брать лучшее. Круто очень, 100% пишут. Заметила твою наблюдательность в эфире про Луну в седьмом доме, это круто. Спасибо. Да. Венера Весак в десятом доме, с Солнцем, Меркурием и Луной. У-у-у-у. Ну, слушайте, у нас еще не весы, у нас пока дело. Вы разобрались, да? Самое практичное положение, где нужен план, стратегия и понимание партнера и его каких-то желаний через интеллект. Не обязательно там включать чувства и не переживайте о том, что вы бываете малочувствительны с этим положением. Все развивается. Но получается, все-таки люди сами не получают наслаждения? Нет, знаете, получают, потому что, когда все происходит вовремя, когда партнер дает комфорт, когда вместе все получается, да, и в карьере, и дети растут. Конечно, этот партнер счастлив, просто ему многого не нужно в чувствах. Он не сходит по чувствам с ума, как это делает Венера в раке. Там прям нужно просто, ну, космос. И когда не так уж многое нужно, человек, конечно, более счастлив. Да, в Деве жертвенники. Ну да, то есть в Деве важно заботиться, да, то есть чтобы ты служил партнеру, заботился о нем, ты от этого получаешь удовольствие. Забота. Это самое главное качество. Ну, я бы не сказал, что Пабло проявил это, просто я его взял как пример, вообще почитайте его историю, насколько он разбирался в отношениях, ну, там целый трактат можно написать. Мне кажется, он не может оценить красоту ребенка Венера в Деве в седьмом доме. Да, вы знаете, у нас, у кого Венера там в Деве, мы иногда стиль не чувствуем, не понимаем, что одевать. С этим есть проблемы, но партнер всегда может помочь. А я в конец запуталась, где моя Венера. Но вам нужно посмотреть, какая циферка рядом с Венерой. Вы смотрите в Е и цифру. Я поняла, что мне нужна к вам что на 1595%. Очень интересный комментарий. Значит, дальше. Мила Йовович, у нее Венера в весах. Она строила отношения всегда, ну, весы – это бизнес, это совместные какие-то проекты. то есть, Люк Бессон, да, вот в пятом элементе она снималась. Вот он стал ее мужем сразу. Она проявила себя очень хорошо. И не только в фильме. Потом Пол Андерсон, да, режиссер. Здесь хорошо вместе делать бизнес, а еще важен такой статус пары, то есть, что вы на виду, вы там в разных сообществах, вот что мы с тобой сделали в этом году, вошли мы в этот гольф-клуб, появились ли у нас какие-то влиятельные друзья, купим ли мы дом. Знаете, такая западная модель отношений, Венера в весах. Вы красивые, вы образцовые, вы идеал для других. И этот идеал нужно поддерживать, что у нас все всегда замечательно и хорошо. И это нормально. То есть, вот такая у нас Венера в весах. Статусность, да, и выход в свет. Вот это вот круто. А если Венера в скету в весах? А вот скету, он немножко вас, конечно, ограничивает, да, вот в этой статусности и желании быть на виду. Вот, здесь нужно это развивать и быть красивыми, то есть, вместе одеваться, там, ходить в магазин, вместе какую-то стильную одежду себе покупать. Это вроде про меня. Мне к вам на все 100% в команду. Добро пожаловать. У меня Венера в деве, но вкус великолепный. Вы знаете, если Венера в деве поняла, что ей нужно, то она поняла это на уровне интеллекта, а не чувств. Поэтому это навсегда. Поймите, интеллект, он всегда грамотней, он понятней. Если вы понимаете это от эмоций, вы можете ошибиться. Почему и Венера в падении не так плохо? Поэтому здесь нет никаких переживаний. Ты прям огонь. Спасибо. Я огонь. Венера в пятом доме в Овне было бы приятно послушать. Ну, вы знаете, пятый дом, это же у нас детишки, и там Овен. Очень много энергии сфокусировано на воспитании детей. Вообще, после рождения детей вы очень сильно вырастаете, и у вас все в жизни меняется к лучшему. Здесь не стоит бояться этого, даже если ребенок один, и потом второго заводите. Вот. ну, как бы, знаете об этом. Венера с Марсом это опять йога дон-жуана, еще и в третьем доме, коммуникация. Короче, если у вас хороший секс, вы себя развиваете, у вас сразу все к вам притягиваются. Поэтому от секса зависит все, и здоровье, и люди, и профессия. Двигайтесь в хороший секс. Если мужчина не дает вам его на 10 баллов, а знаете, что там у нас должно быть? Прелюдия, там должны быть разговоры, там должно быть некоторое давление, да, когда можно там кого-то прижать, притеснить. Ну, знаете, как женщины любят, когда мужчины много грубости проявляют. Вот. Там это должно длиться ну, как минимум больше 10 минут и не меньше 30, ну, поняли, да, фишку. И вот эти вот все простые вещи должны быть. Если чего-то там нет, можете откровенно предъявлять, какого хрена. После этого женщина болеет, потому что у нее гормональные проблемы возникают. Потом в коммуникации, потом на работе. Поэтому вместе на тантру к сексологу вперед, как это делают на Западе. Никто не имеет права там отказаться. Там сразу в суд подают. Мой мужчина не дает мне то, чего я хочу. У меня проблемы с гормонами, со здоровьем. Вот. Поэтому там каждый мужчина идет к психологу и правильно. Нефиг. Надо расти. Да, консультацию масс проводит просто огонь. Сама проходила у него коучинг. Блин, мой мир перевернулся на 180 градусов. Себя прокачал на 100%, даже муж заметил. Приятно. Продажи просто поперли, всем советую не пожалейте. Как жестко. Конечно жестко, но вы представьте, если у вас будет плохой секс, у вас уже через полтора года будет гормональное расстройство. Что, это шутки что ли? Все к этому относятся как к какой-то вишенке на торте. Ну да, вроде неплохо. Это же, блин, здоровье, понимаете? Это очень важный момент. Дальше, Винстонт Черчилль. Вот это вот положение достаточно сложное. Венера-Скорпионе. Вот такие люди, они любят интриги, конфликты и всякую жесть в отношениях, чтобы не было тихо никогда. И вы знаете, это можно исправить. Винстонт Черчилль все это делал в коммуникациях. Он вообще, блин, войну целую вытащил. Он спасал людей. И когда он начал решать конфликты на внешнем уровне, на внутреннем, они исчезли. В его отношениях все было хорошо. Поэтому, если у вас жесть происходит, у вас Венера-Скорпионе, там какие-то ревности, измены, помогайте людям, решайте конфликты на работе. Будет баланс. Точно, у меня и начались проблемы с гормонами. Ну, а то вы удивляетесь прямо. А как еще по-другому? Что делать, если период планет благоволит для карьеры, а хочется отношений? Делайте карьеру, отношения будут. Хочется отношений, это значит, вам не хочется работать. Так что, это у нас называется синдром ленивой жопы. Периоды, они у нас тут не виноваты. Венера-Скорпионе под аспектом Раху Марса Сатурна во втором доме. Ух, ну, у вас могут быть просто конфликты на почве денег партнерам. Там нужно, чтобы все было четко распределено. Либо вы потом это уже не вытянете. Уже это глубоко зайдет. Сразу на берегу договаривайтесь, что делать. Венера-Скету-Скорпионе. Непонятно, чего хотите, внутренние какие-то эмоции, что-то происходит у вас, вы отстранены. И надо все это высказывать, выговариваться, чтобы муж не сходил с ума от того, что у вас в голове. Сына Венера-Скорпионе с девятым Солнцем, Меркурием, Сатурном. Ну что, пускай сын занимается практиками, лучше изучает себя, чем девочек. Тогда он поймет, какая ему девочка нужна. Если не будет самообразованием заниматься, то будут странные девочки попадаться. Сервочки. А если Венера с Луной в Скорпионе, ну вы прям, да, вы любите вот эти эмоции и изыски, и вы к ним привязаны. Но только шаг в сторону, и у вас появляется недоверие. Вы сразу же не доверяете, и можете ревновать партнеру. В точку, ленивая жопа. Да, все правильно. В шестом доме это у нас служение, нужно тоже учиться этому. А если Луна и Меркурий вместе в Скорпионе, слишком много интеллекта, анализируйте и сводите из себя, с ума и партнера. Не нужно этого так много делать, лучше изучайте астрологию. Венера в экзальтации, в рыбах в десятом. Ну что тут у нас? Венера в рыбах, это у нас запрос на деньги, на карьеру, вот вместе ее и стройте. Только рыбы у нас пока что не начались. Не сбивайте меня, у нас сейчас Скорпион. В шестом доме Венера с Луной. Тоже, да, нужно какие-то совместные проекты с мужем делать, в которых вы сексуальную энергию направляете на благо, не только на друг друга. Если этого нет, если вы вместе ничего не делаете, то сексуальная энергия будет проявляться хаотично. Помощь другим это тоже сексуальная энергия. Просто ее вы направляете в другое русло. Вот. У сына Венера Сатурн в Скорпионе в четвертом доме. Ну что, сын достаточно семейным будет, но по Скорпиону он может быть тоже мнительным и может, как скажем, вот такую спокойную жизнь изначально не принимать. То есть женщины могут у него такие быть такого сложного характера. А если в одиннадцатом в Скорпионе, это вообще отлично. Вот Скорпион в одиннадцатом мне нравится, что там прям настолько настройка на деньги, что вы вот всю свою сексуальность проявляете, чтобы к вам притянуло все это. Деньги, возможности, связи, все. Поэтому крутое положение. Федор Зостоевский. У него Венера получается в стрельце. Вот такие люди, они часто за границу уезжают в партнеры, либо у них партнер какого-нибудь иностранного происхождения. У него так и было. И вообще у него жена, она ему помогала, и у них был такой очень близкий союз. Вот здесь главное это мировоззрение. Если человек также относится к Богу, к отношениям, вот что ты хочешь от жизни, вот такие вопросы вы задаете ему, то все бодряком и все в порядке. Поэтому если Венера вовне, надо спросить, чего ты любишь в сексе. Если Венера в стрельце, вы спрашиваете, что для тебя Бог. Вот и все дела. То есть здесь вот прям важно, как человек смотрит на вещи. Тут мне многие женщины рассказывают на консультациях, что я не знаю, мы на разных языках говорим, у нее там Венера в стрельце. Ну а что ты с ним тогда оказалась, в чем фишка-то? Ну не знаю, вот он такой красивый, ответственный, работал. Вот это вот, когда человек просто через интеллект выбирает партнера, это такой капец. Ну нету общих разговоров, для стрельца это так важно. Понимаете? То есть вот это вот мировоззрение. Если у человека у самого оно не сформировалось, то как он встретит такого партнера? Поэтому вам самим нужно развивать своего стрельца. В этом фишка. Макс, на консультации дал мне пендель и партнеры сразу появились. Вот теперь разбираюсь, кто есть кто. Конечно, я девчонок заряжаю, чтобы партнеров было много, чтобы вы переписывались, знакомились, держали дистанцию и был выбор. Вот это вот встречание с одним, да, когда уже пять лет никого не было, конечно, вы его полюбите и все, вперед. Ну нужно же как-то эту сексуальную энергию-то вернуть. Пускай будут ухаживания от разности, это нормально. Венера с Тельце в девятом доме, а Раху в седьмом весах интересует второй брак. Ну слушайте, неплохой второй брак по девятому дому, но Раху, естественно, здесь первый брак подпортил, и там могли быть серьезные проблемы. Поэтому вот такие дела. Если Венера в Скорпионе во втором, Марс в пятом, так. Ну, в Скорпионе во втором тоже, да, конфликты на почве денег и жесткое отношение к детям. То есть вообще ваша сексуальная связь очень сильно влияет на детей. Если там в порядке, дети не отхватывают. Будьте внимательны к этому. Тоже развивайте этот план. Если так, с Меркурием, ну тоже слишком сильно от интеллекта идете. Макс нашел у меня блок из-за отношений с мамой, сняли на регрессии, моя жизнь изменилась. Теперь позволяю себе общаться с мужчинами и принимать их ухаживание. Вот, тоже там по маме, это уже по Луне, да, это другой разговор, но, короче, естественно, это тоже важно, я тоже смотрю. Венера в третьем в знаке стрельца плюс кету солнца. Ну, здесь знак стрельца, ну, здесь классика, то есть, да, очень большой глубины вы хотите от партнера, очень большой, и осознанности с такими обычно партнерами на каких-то тренингах знакомиться, да, что-то такое. Пишут, точно живу за границей. Да, отлично. Владимир Высоцкий, смотрите, Венера в Козероге, ему нравились такие прохладные женщины, очень жесткие и старше его, и до которых он не мог дорасти, так скажем, добиться их. Это такие женщины, которые настроены на карьеру как продюсер женщины, то есть, ну, немножко попахивает женщиной маму. Поэтому, если у вас такое положение, вам нужен очень рациональный, взвешенный, взрослый, мудрый партнер, немножко холодный и настроенный на карьеру, прагматичный. Вот, поэтому здесь прагматизм, стратегия, это самое важное. Жалко, что такая женщина не оказалась рядом, когда у него были проблемы, его бы Венера, его же и вытянуло бы, и он бы не попал бы вот в такой коллапс. Но, то есть, у него вот, ну, это вообще личность особенная, думаю, что его не нужно обсуждать, как и всех. Он свою роль выполнил, он гений. Венера в Козероге, в восьмом доме, с Сатурном, и Раху. Сложная комбинация. То есть, здесь вы должны выстраивать стратегию, но вы можете не понимать, чего вы хотите вообще. Полная запутанность. Здесь нужно прям серьезно к этому подойти, чего вы хотите в отношениях. Через 5, 7, 10 лет. Посмотрите на этого партнера. Что с вами будет с ним через 5 лет? Что с ним будет через 10? Задавайте себе эти вопросы. Это же будет явно видно. Перед вами человек, который через 5 лет во что-то превратится. Вот в чем вопрос, когда это в Козероге. Задавайте себе такой вопрос, не пугайтесь этого. И когда вы увидите будущее, а мы все это можем, вы поймете, тот этот человек или нет. Вот. Вот в этом фишка. Да, у меня была одна женщина, у нее как раз вот Козерог, там другая была проблема. У них настолько все было выстроено в стратегию и в будущее, что они не жили настоящим. Это другая проблема в Венере, в Козероге. Люди боятся чувств, а они начинают выбирать брак по расчету. Другая крайность, тоже не пойдет. Чувства нужны. Просто здесь нужно реально смотреть на вещи. Вы можете с ним что-то строить или нет? Вот. То есть здесь вот такой вопрос. Венера в весах нужен аналогичный партнер. Не обязательно, чтобы у него были весы. Поймите, в нем должны быть качества этих весов. То, что я вам сказал, это качества. Они же по-разному могут быть проявлены в карте. Не обязательно, чтобы прям одинаковые знаки были. вы увидите, что в человеке это есть. Значит, он ваш. Вот и все дела. Венера в Водолее. И вот видите, да, Венера, кету, Водолей. Ну, Моцарт, у него много разных было партнеров, он любил свободные отношения. А сейчас, знаете, Водолеи, они придумали вот эти шведские семьи, вот эти вот все стройничок, да, вот это разнообразие, садамаза. Водолеи, они не извращенцы, они просто очень свободные. Они не любят вот эту всю регистрацию брака. Им нужно, чтобы была свобода, как будто бы они одни. Поэтому, если у вас Водолей, если кто-то посягнет на вашу свободу с Венера Водолеи, то туши пропало. Пиши пропало. Здесь просто, ну, это важно, и надо сразу на берегу договариваться. Вы говорите партнеру, у меня Венера Водолей, извини меня, мой друг. Я люблю путешествовать одна, я иногда хочу почувствовать себя свободно. Если этот человек ревнивец, до свидания. Это он под управлением Венеры в 10 доме. Ну, здесь вы очень строги, поэтому нужно расширяться в плане ваших правил. У вас прям свод правил, как только вы партнера встречаете. У мужа Венера в Козероге в 10 доме. прекрасно, муж спротек, только вот по Юпитеру в падении надо следить за его финансами, чтобы он не занимался чем-то провокационным, тайным и непонятным. Потому что бывает с Юпитером падение, мужчины настолько зациклены на карьере и деньгах, то есть если там что-то идет не так, они, ну, такие не совсем правильные способы придумывают для заработка. Следим за этим. Венера Водолей с Солнцем, с Юпитером в пятом доме. Ну вот, видите, пятый дом флирта. Надо, чтобы на ладки обращали внимание. Кайфуйте от этого, заряжайтесь и это как бы ваш тип общения. Флирт. От тебя ничего не скроешь. Ну, конечно. У меня уже, знаете, за 4 или 5 месяцев прошло ну, наверное, около 5000 человек и я вам уже не астрологию рассказываю, а просто статистику, которую я каждый день вижу. Поэтому это не книжки и не курсы. Это жизнь. Мужа так, Венера Водолей планета Луна скетус закрыт ваш муж. Очень закомплексован и с мамой возможно были проблемы. Надо его раскрывать и выводить на откровенный разговор. Венера в седьмом в Козероге Раху там. Ну, что тут сказать? По Раху вы любите конфликты? Ну, делайте конфликты, только не задевайте эго мужчины. Вот как хотите. Конфликтуйте, а эго не трогайте. Не надо трогать его мужскую суть. Просто говорите ему, что нужно, что ему нужно изменить. Можете это даже говорить на повышенных тонах, но предупреждайте. Сейчас я буду с тобой конфликтовать. Сейчас будет серьезный разговор. Не надо заделать с бухты-баракты. Можно специально договориться и на друг друга немножко выплеснуть. Ну, а почему нет? Если у вас Раху, вам нравится немножко встряхнуть своего партнера. Но если вы хотите, чтобы он дольше прожил, договаривайтесь о конфликтах и о разговорах, которые ему не нравятся. Он хоть как-то морально будет к этому готов. Ну, и потом втянется. Венера в рыбах с Меркурием и Питером пишут. Макс, рентген. Как понять, в каком доме я? Где вы это находите? В программе Астроэксперт. Заходим в интернет, забиваем ваши данные, там дата года рождения, время, и можно все увидеть. Ну, короче, у Мадея Моцарта были проблемы в отношениях, потому что Венера была скету, так он и не разобрался со своими эмоциями. Почему? Потому что не пришел ко мне вовремя на консультацию. В те времена я, может быть, жил в каком-то другом городе и видите, но зато музыку он хорошую написал, это тоже круто. У мужа Венера с Луной в девятом доме в близнецах. Ну что, я думаю, что он у вас очень нравственный духовный человек, очень глубокий. Вот, я думаю, у него были тоже хорошие отношения с мамой, но он может очень много изучать чего, но не идти вглубь. Да. Дальше. Мерлин Мэнсон «Венера в рыбах». Знаете, что он сказал? Я могу полюбить козла, я могу полюбить камень, мне вообще похеру, что это. Если я люблю, я счастлив. Он любил порноактрис разных, и вроде бы казалось, что это пошлость, но на самом деле он очень влюблялся сильно. Такие люди просто любят само чувство любви, и они очень принимающие, они могут принять человека с любым прошлым. Им главное чувство, ты во мне вызвал чувство, «Я с тобой». Это положение спасителя, все, у кого рыбы, пытаются вытащить своего партнера. Это не суперидея хорошая, поэтому здесь оставьте его и дайте ему самому развиваться. Перестаньте его тащить за собой, потому что этот человек не ответит вам тем же, вы разрушаете его предназначение. У него есть свой путь, вы можете ему только подсказать. Здесь вот такая вот штуковина. «Венера в экзальтации в рыбах». Да, это самое сильное положение Венеры. Такие люди реально любят тоже очень сильно, но они иногда перегибают палку со своей любовью и со своими желаниями. Мэнсон красавчик, очень интересно. Да, вот у него была жена порно-актриса. Он говорит, да мне пофигу, я ее люблю. Все, на этом точка. Поэтому он большой красавчик. Каждый это воспримет по-своему, конечно. «Венера в рыбах в четвертом доме». Ну да, очень семейное положение у мужа «Венера, солнце, Меркурий в огне в одиннадцатом доме». Ну вы знаете, секс если не очень, то и с деньгами не очень. Начните с секса, наладите деньги. Если секс не очень, по пунктам распишите, что нужно, помаленьку начинайте это реализовывать. Спрашивайте, подталкивайте его, пробуйте там масло, фрукты, разнообразьте музыку. Все это реально. Просто, блин, кто-то должен сделать первый шаг. Да, она такая красотка, Дита. «Венера в экзальтации в шестом доме в рыбах». Ну вы прям человек служения, мать Тереза. Ну тоже это хорошо, конечно, но не перегибайтесь со служением с материнским инстинктом, иначе он превратится в маленького мальчика. Так что вот такие дела. Ну здесь у нас что? Живой разбор. Ну давайте напишите мне даты, я сейчас посмотрю кого-нибудь и посмотрю, что у вас там творится в карте. Так. Хорошо, хорошо, идем. Смотрите, сколько у нас уже данных. Уже статистика есть, да? Будем сообщество по Венере по ознакам создавать, вообще будет круто. Так, сейчас я попробую вас успеть записать. так, подождите, 0404, 85-й год, Новосибирск. 0404, 85-й год, а во сколько? Ой, Лена, ты знаешь, как тут наверх вернуть? Да, я не просто не успеваю. Где-то был Новосибирск, а вот, 8-15-0-0 и город Новосибирск. Новосибирск. Я просто вот первого. Да, 0404. Татьяна, да. Ну что, давайте посмотрим, там, Татьяна, например. Слушайте, ну у вас в Кету в доме отношений, там, как бы, у вас получается, что вы, если погружаетесь в партнера, вы полностью деградируете. У вас есть очень сложное положение с отцом по Солнцу. Интересно, был ли он вообще у вас в детстве, не рано ли он ушел из семьи. Это тоже может сильно влиять. С этим надо разобраться. Марс Раху говорит о вашем буйном нраве и очень сильной эмоциональности. Можете перегнуть палку. Но и Юпитер в падении слишком сильная настройка на материальное. То есть, здесь решаете вопросы через комфорт, когда чувств нет, старайтесь улучшить все внешними какими-то, да, вещами. Ну и это тоже вызывает дискомфорт. Но зато вы хорошая мама, луна у вас сильная, вы чувственный человек, эмоциональный. Вот. Венера в экзальтации, вы спаситель. Тоже пытаетесь вытащить своего партнера, помочь ему и сами в этом запутываетесь. Здесь нужно работу провести по отцу, по модели отношений с отцом. В вашу энергию Марса Раху спортивную дисциплину, хобби, я тоже это подбираю. Что именно подходит, да, нужен соперник. По Юпитеру в падении тоже какие знания изучать, в какие школы идти, то есть какое ваше направление интеллекта тоже здесь важно. Пакету надо увидеть, на чем вы зацикливаетесь в партнерстве, то есть вы реально можете прям раствориться в нем. От чего вы именно убегаете здесь, то есть здесь просто как бы либо агрессия, непринятие, либо полное погружение. Вот такие у нас качели очень серьезные. Вот. И в 12-м доме очень большая задумка по поводу за границей. То есть это важно, если партнер хочет туда, потому что вы можете там реализовываться. Вам нужен тот, кто тоже этого хочет. Либо вообще партнер за границей может встретиться. Так что вот такие дела. Ну вот, пишите, насколько вам это близко. И давайте я еще посмотрю вот Екатерину. Екатерина, ну, напишем Москва, 17-е, 02-е, 85-й год, здесь, знаете, что еще? Я надеюсь, что у вас время правильное, потому что если время смещено, данные могут тоже смещаться. Поэтому, если вы не до конца уверены, то как бы лучше не пишите, потому что будет другая карта. Ну что, вот Москва, да? на 10 часов у нас была, да? Екатерина. Ну смотрите, у вас это что такое? Тоже что ли кету там есть? Нет. Подождите-ка. Что-то, подождите, не то. Очень странно. Москва. Интересно. Почему-то у нас... А-а-а, подождите. 17-е, 0-2, 85-й год, в 10-0-0, Москва. Почему у нас карта такая же выскочила? Это очень странно. Угу. Время правильное. Давайте Полтаву попробуем. У нас здесь какой-то глюк у меня происходит. полтава, 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 0-7, 0-4, и 8-6 год. И пойдем дальше сейчас. Так, в 7-0-0, 7-0-0, полтава. Отлично. Полтава. Так, ну смотрите, у вас дева в отношениях, очень практичный человек здесь, тоже партнер может быть из-за границы. С мамой могут быть проблемы, то есть там нужно с мамой вопросы решать, впечатления, это тоже влияет на отношения. В сексе тоже по раху нужен драйв, нужны необычные вещи, и вообще вы стремитесь к какому-то глубокому мистическому опыту, а не просто к физике. По Венере секс имеет самое большое значение. И энергию получаете от работы, можете туда глубоко уходить, особенно если в отношениях нелады. По Солнцу вы сильное управление сможете давить на мужчину, своим Солнцем, эгоцентризмом, но при этом не рассказывать ему, что внутри вас. Луна у вас закрыта, эмоции. То есть это нужно раскрывать, но это вопрос тоже опять с мамой. Вот такая тема. И по браку, да, нужна свобода, нужна своя комната, спальня, чтобы никто не мешал. И иначе, если вы постоянно будете с партнером, это будет напрягать. Про меня похоже то, что нельзя погружаться в партнера 100%, но наоборот, с папой хорошее отношение, работало с этим, а с мамой не очень. Значит, с папой работали, молодец, вы молодец, потому что вы этим исправили многое. Да, так мне новый друг с Венеры Рыбаха написал, что ему все равно, сколько мне лет. Думал, он шутит. Вот, значит, здесь, ну, сами понимаете, да, есть мужская энергия в первом доме, есть перфекционист, слишком придирчивость большая по деве, и по луне закрытость. Это тоже вопрос с мамой, да, что-то мама не задала, может быть, в детстве. Кстати, можете бояться плавать, там глубоко, далеко, вот, пишите, совпадение, не совпадение. Значит, вот таким образом, вкратце я посмотрел, это все выравнивается, я вам расскажу, как. Да, полный разбор у нас в подарок, пишите, кто хочет полный разбор, и я выберу человека. Венера в Весах в седьмом доме с луной. Ну что, по луне вы любите перетряски, эмоции сильные, у вас может быть болезненные эмоции вызывать кайф, надо это исправлять. Хочу, 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 так, и, да, я сейчас любого человека выберу, давайте пятого, там, не знаю, снизу, раз, два, три, четыре, пять, ну, ИРН, напишите свои данные, пускай будет ИРН, и мы с вами свяжемся, да, пускай сегодня будет ИРН, первый, кто мне пришел в голову. Какие программы для работы, то есть, астрология, она показывает, да, проблемы, да, какие там у нас есть способности уникальные, и что нужно исправлять. естественно, я для этого создал коучинг, что такое коучинг, это когда я даю практики для повышения энергии, я рассказываю стратегию, которая нужна в отношениях, как, к чему прийти, зачем наблюдать, какие там реакции отсматривать, мы работаем на уровне ума, интеллекта, души, чувств, все уровни существования здесь прорабатываются, помимо советов будут конкретные задания, то есть, не просто рекомендация, что тебе нужно это. И человек прорабатывается в течение месяца, я каждый раз отслеживаю его результаты, и через месяц у него меняется картина восприятия отношений в принципе, и картина относительно себя в отношениях, и вы уже не перестаете попадать в одну и ту же ситуацию в отношениях всю свою жизнь. Моя задача выбрать, то есть, вытащить вас из матрицы, в которую мы попали благодаря нашему детству, отношениями с родителями, потом была школа, и разные впечатления, которые не дают нам понимать себя в отношениях. Вот эта сама суть, она отражена в карте. И мои практики, мои регрессии помогают человеку проснуться. В этом фишка. Вот. Поэтому это называется любовь всей моей жизни, это у нас уже программа, как построить гармоничные отношения с человеком, то есть, это уже на совместимость. Вот та программа индивидуальная, здесь вы приносите карту партнера, я ее сопоставляю. И вижу, каким образом это выработать. Подходит вам этот партнер, не подходит, в плане секса, в плане общего проживания в семье, как он детей воспитывает, как он относится к религии, даже могу увидеть, какой он в сексе. все эти четкие моменты можно отследить, и вы уже себе отвечаете на вопрос, мне это подходит или нет. Я думаю, что это небольшая цена за такое знание. Она сохраняет, ну, как минимум, сколько-то лет в своей жизни. То есть, вы платите здесь своим временем, если вы не осознаете, да, что этот партнер не даст вам то, что вы хотели. Поэтому мы всегда платим времени и своим здоровьем. И здесь вот эти ваши сексуальные предпочтения и вообще ваша модель отношений, она играет самую большую роль. Мы это вычисляем, вы пользуетесь этим ни месяц, ни год, это вам на всю жизнь. И вы уже никогда не ошибетесь в выборе партнера, что вы четко будете знать, что вам там нужно. Это точно Макс разбудит быстро. Макс это знание при разборе совместимости. Да, это уже по совместимости идет. Значит, ты и я счастливая семья, тут у нас еще и ребенок дополняется. То есть, когда люди уже в семье и им нужно разборы по совместимости и как воспитывать детей, или когда вы хотите, чтобы ребенок появился. я могу выбрать правильную дату у обоих идеальную. У меня вот недавно у пары ребеночек родился, они все сделали правильно, потому что я им говорю, какие нужно изменения в себе сделать относительно дома детей. В характере, что нужно сделать в плане бизнеса. И вот тонкости, связанные с рождением ребенка, там может быть кармическая программа, которая может закрывать эту область, само рождение. Все это мы прорабатываем, смотрим, и совместно уже пара работает друг с другом. Там очень глубокая, интересная такая программа. Для тех, кто вообще сегодня смотрел вебинар, есть бонусы. Кто хочет бонусов, пишите плюсики. Мы вообще с 20 числа повышаем цены на 20%, но сегодня будет все по старой цене, есть такая возможность. И можно, представляете, получить практику медитацию и еще и 3000 скидку на строков очень круто. И я с вами буду видеться целых три раза, и у нас будет глубокая работа, и я поделюсь своим опытом и своим. В общем, все взято из жизни. Я сам прожил свою программу, сам помог себе в отношениях, и это работает. Можно ли вообще забронировать? Вот смотрите, очень это сделать легко. Внизу есть кнопка, нажимаем «Оставляй предоплату». То есть там можно 1000 рублей оставить предоплату, чтобы зафиксировать потом время, когда вам нужна консультация. Фиксируем, то есть нажимаем на кнопку и оставляем предоплату. бронируем. Сейчас есть еще время для этого. Нажимайте на кнопку, она внизу сейчас должна появиться. Да, да, да. Да. Здесь сегодня очень классный день, первые лунные дни идут. вообще когда все сеешь семена первые лунные дни это самый кайф. Потому что сами знаете насколько луна важна в каких-то новых делах. Да, у нас есть и гарантия возврата цены, если человек не получил какой-то ответ или не получил опыт, к которому стремился. То есть здесь у нас все по чесноку, имейте ввиду. И вообще это еще не все. У нас в октябре стартует сам себе астролог курс, где можно обучиться астрологии. Кстати, как клево. Вы можете сами читать и совместимость, и прогноз делать. Три месяца идет обучение, я рассказываю всю суть. И там только практика, никаких вот этих нудных изучений домов, планет. Поэтому подключаемся и проходим все вместе. То есть не обязательно даже если вы хотите быть астрологом просто для себя. Да. Спасибо за эфир, пусть все дороги ведут к кайфу. Это мне нравится. Хороший настрой. Пишите в комментариях хочу на урок. У нас будет открытый урок. Это тоже такой подарок, где я тоже обучаю астрологии, рассказываю о разных нюансах. И дальше я думаю, что вы созреете на обучение. Вы увидите, как это все устроено изнутри. Мы там коучим друг друга, просматриваем карты друг друга и вообще карты просто изнутри изучаем на таком уровне, что с эти за 3 месяца сколько можно узнать о себе. Шикарно. Хочу на урок. Отлично. Кто хочет, на строковочинг бронируем тысячу рублей и вы уже сможете записаться. Не стесняйтесь. Макс, самый крутой астролог, обучаюсь у него. Спасибо. Хочу на обучение урок. Да, у нас там очень такая душевная обстановка и никаких там пуран, вет и медитаций. Я тоже даю медитации, но я не заморочен поэтому, то есть мы честно смотрим карты так, как есть. Осталось у нас 8 минут и давайте, кто не успел, сделаем. Сделаем это дело, нажимаем на кнопку. Профессия астролога вообще она настолько сейчас развита, что и в пандемию настолько много у нас людей записывалось на обучение, чтобы не тратить время зря, пока все сидят дома. Даже в кризис, люди настолько настроены на знания, поэтому вы можете в любой точке мира работать и в любой кризис. Поверьте, у вас всегда будет работа, потому что каждый ищет вопросы, каждый ищет вопрос, где достать деньги, как выстроить отношения. Это вечный вопрос. Да, по стоимости все к моим помощникам, они вам расскажут. В Америке он 2,2 миллиарда в год тратит, представляете, на астрологию. А вот Морган написал, миллионерам не нужна астрология, она нужна миллиардерам. Эванжелинадам это та, которая вычисляла падение фондового рынка. Все бизнесмены побежали к ней. В 30-х годах Америка в теме. Вот задумайтесь, а мы только сейчас к этому приходим. Я за вебинар узнала больше, чем за обучение в Лакшне. Ну да, эта школа достаточно большая, но уже устаревшая. То есть я смотрю уже статистику, а не переводы санскрита. Поэтому помимо этих книг, которые очень важны в обучении, нам нужны новые данные. И вот я это могу вам дать без всякой лишней воды. Вот. Если есть вопросы, пишем. Как вам вебинар из 10 баллов? Пишем плюсики. Кто как, что понял, насколько вы поняли, тоже это входит в 10 баллов, насколько вы прочувствовали сегодняшнюю атмосферу Венеры? Я была на открытом уроке по астрологии, просто бомба. О, спасибо, очень приятно. Значит, все-таки у нас получилось очень шикарно. Хоть я вас и не вижу, и не слышу, но я все равно чувствую вашу атмосферу и как вы отнеслись к знанию. Мне это очень приятно, правда. Вот. Осталось 5 минут, и я не ухожу, то есть я буду здесь, оставлю экранчик, вы можете 5 минут еще пораздумать и нажать на кнопку оплатить и либо пишите, что вы хотите быть на открытом уроке. Вот. Вы лучше спросите и сравните у наших студентов, они с других школ переводятся. Конечно, у нас там сразу идет практика. Я говорю, вот эту нудей с домами и планетами я не спрашиваю. Мы сразу разборы делаем с первого урока и у каждого уже появляется своя трактовка. По-моему, круто. Всем рассказываю о тебе, ты сам и сам. Спасибо. Вот инстаграм мой Максим Мира и ютуб. У меня уже там около 150 эфиров по астрологии. Сейчас идут планеты в домах гороскопа. И у меня уже есть планеты, знаки, все соединения планет. Вы увидите, как люди обратную связь дают. Поэтому это важно. Это важно видеть, как астрология практически применяется. Поэтому смотрим эфиры, подключаемся, и вы каждый можете сделать вклад в нашу школу своими наблюдениями. Даже если вы еще не астролог. Это очень важно. Осталось у нас тут 4,5 минутки. Не стесняемся. Поэтому если у вас есть избыточный потенциал, вы можете помочь другим вашим знаниям. Почему бы нет? Почему бы нам всем к этому не прийти? Так что всем спасибо. Осталось 4 минутки. Нажимаем на кнопку. И я всем благодарю. Всех благодарю за встречу. Мне было тоже очень с вами приятно. Всем счастливо. Скоро увидимся. Давайте до прямых эфиров, до обучения, до коучинга. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...